Просто даже вот здесь, смотрите, вот конечное показание счетчика за прошлый месяц. Потом рядышком, рядышком, так просто. А тут написано 260, 270 киловатт. Куда они взяли? Призрачный счет за электроэнергию уже два месяца не дает покой жильцам дома по улице Мечникова 59. Одновременно в долги попали все, даже добросовестные плательщики. Пересчитывая показатели счетчиков, Светлана Багирова до сих пор не может разобраться, за что придется отдавать такие деньги. Если бы был долг, вот здесь было бы написано, что у меня задолженности никакой нет. В оплате у меня нет. Я, ну как это, честный плательщик. Я никогда не задерживаю. Никогда. Путаница с квитанциями началась в октябре, когда управляющая компания задолжала ресурсоснабжающие организации. Энергетики расторгли контракт и выслали свой счет по показателям общедомовых приборов учета. Проходите на участок с вашими квитанциями. Пусть они вам или изменяют, или я не знаю, потому что сумма, конечно, тут баснословная. Пока не оплачивайте. Сначала разберитесь, потом уже производите оплату. Жильцы не согласны с каждой указанной в квитанции цифрой. За год сумма платежа выросла на 30%. Это при том, что условия проживания отнюдь не улучшаются. Содержание и ремонт жилья. Вот я плачу каждый месяц 356 рублей 12 копеек. За что? И это не один год я плачу за это. Вот содержание и ремонт жилья. За что мы платим? Видели эти задолженности? Разбирайтесь с жильцами, разбирайтесь. Не почему люди, которые платят регулярно, страдают. Что включает именно эта строка? Я объясняю. Коммерт потекла, там крыша. Валт в капитальный ремонт в уединении, конечно, не сделают. Но делают чисто над вашей квартирой, там, вот, акулата, все равно. Если что-то отвалилось, там, что-то вот такое. Трещины на потолке и стенах жильцы замазывают сами. В складчину покупают стройматериалы и спасают дом от обрушения. Во время сильного дождя на каждом этаже появляется еще по одной душевой кабине. Теперь от осадков людям приходится защищаться досками. Обивая пороги коммунальных служб, жильцам так и не удается узнать дату начала капремонта. Ремонт будет, знаете, латочек. То есть, вы можете выбирать, что она не потечет. А капитальный, который, который, не будет полностью хорошей ремонт, это уже по программе. Чтобы подняться на верхнюю строчку очереди на капитальный ремонт, коммунальщики советуют составить протокол с видами работы чертежами, а затем отправить его в администрацию района. И тогда, возможно, жильцы смогут узнать дату ремонта. Но вопросы быстро утомляют сотрудника управляющей компании. И по телефону слышно, как более опытные работники сферы ЖКХ дают мастер-класс новичкам. В администрации Октябрьского района по вопросам ЖКХ обещают провести свое расследование и дать ответ на следующие недели. Екатерина Лободина и Юрий Бабенко. Главная новость.